Итак, честный обзор о бытовом утюге с парогенератором от бренда Mie. Модель называется Ассистента D-Vapre и выполнена в красно-черном цвете. Я пользовалась этим утюгом с парогенератором от бренда Mie почти два года. И вот мой честный обзор. Сразу скажу, что меня не просили снимать это видео. Оно не спонсировано. Здесь будет только мое мнение и мой опыт использования. Меня зовут Гульнас, я преподаватель онлайн-курсов шитья. Но я использовала этот утюг не только для работы, но и, конечно же, для бытовых целей и для обычной глажки белья на каждый день. Вообще, на канале вы можете найти видео с моим обзором после, наверное, месяца использования этого утюга. Там больше о характеристиках, о том, как он заправляется, как работает. А сегодня, скажем так, с высоты опыта пользования двух лет, я расскажу о плюсах и минусах. В общем, это бытовой парогенератор, непрофессиональный, хотя на самом деле мне его сложно назвать бытовым, из-за тех характеристик и тех мощностей, которые он выдает. Из бытового, наверное, у него только утюжок. Он достаточно легкий, здесь чуть меньше килограмма, поэтому вам комфортно его держать в руке, рука не устает. Из необычного у него есть, скажем так, паровая станция, отдельный резервуар с водой, куда вы заливаете воду. Здесь очень большой объем, один литр. И этого объема, на самом деле, хватает на очень-очень долгое время. Глажки, утюжки. Но даже если вода вдруг закончится в процессе работы, то вы можете, не отключая утюг, внимание, это очень классное преимущество, не убирая вот этот резервуар, просто отогнуть немножко носик и залить прямо в процессе работы еще дополнительно воду. И работать фактически непрерывно. Вот эта оставшаяся часть, это бойлер, он достаточно большой. Здесь внутри располагается нагревательный элемент, и вода поступает из резервуара в бойлер, нагревается, там образуется пар, и он через паровой шланг направляется прямо в утюжок. Кстати, утюжок нагревается тоже дополнительно, отдельно, и поэтому, когда выходит пар, при нагретом утюге не образуется капель воды. Кстати, да, за два года этот утюг ни разу не тек, ни разу не было каких-либо дефектов, он ни разу не ломался, работает идеально, как в первый день. Еще пару слов об этом резервуаре и возможности до залива воды. Такой функции вы, наверное, не найдете даже в профессиональных парогенераторах, хотя вот у бренда MIA, я знаю, есть такая модель. MIA Stira Non-Stop – это профессиональный парогенератор с остальным корпусом, с тяжелым утюгом. И вот, насколько я знаю, только у этой модели есть возможность, опция дозалива воды без выключения парогенератора от сети. В остальных случаях в профессиональных парогенераторах вам нужно отключить утюг от сети, желательно подождать, пока он немножко остынет, затем открутить крышку и залить новую воду. Причем желательно горячую, для того, чтобы там не было резкого перепада температур. Затем снова подождать, пока утюг нагреется, это около 5-10 минут, и только после этого вновь приступать к работе. Здесь работу можно не прерывать, вы постоянно имеете классный, качественный, очень мощный пар, и вот проблемы прерывания работы, ожидания нагрева утюга – здесь этих вопросов вообще нет. Раньше, когда я пользовалась самым обычным утюгом, у которого вот здесь было окошко для дозалива воды, и резервуар с водой располагался прямо на корпусе утюга, часто сталкивалась с таким неприятным моментом, когда вода подтекала из утюга. То есть эта вода выходила не из отверстий для подачи пара, а подтекала как-то изнутри. Здесь такой проблемы не будет, потому что воды в утюгке нет. Кстати, благодаря этому утюг еще не прибавляют в весе, и вам удобно держать его вертикально, причем подолгу. Да, здесь есть функция вертикального отпаривания, и я вам признаюсь, что это на самом деле очень-очень большой плюс, и вот только эта опция уже многого стоит. Если вы шьете, вы можете отпаривать изделия прямо на манекене, отпаривать любые изделия вертикально, то есть этот утюг с парогенератором заменит вам и утюг с парогенератором, и вертикально отпариватель. Вам не нужно докупать дополнительное оборудование для вертикального отпаривания. То есть получается два в одном. Причем пар выходит одинаково хорошо, и когда вы утюжите горизонтально, и когда вы держите утюг вертикально, пар идет непрерывным потоком, постоянно, очень качественно, очень мощно. Ну и благодаря тому, что вес утюга небольшой, утюг можно держать подолгу, рука не устает, это тоже очень удобно. Кстати, о давлении, о мощности пара. Здесь он составляет около 6 бар, и это на самом деле очень-очень много. Даже полупрофессиональные парогенераторы не всегда выдают такую мощность, а здесь она есть, и она соответствует реальности. Потому что часто в обычных утюгах от разных популярных производителей вы можете увидеть, что давление пара, например, 5 бар. Но в действительности он не сможет выдать такой паровой удар, такую мощность, просто потому что он так устроен технически. У него нет парогенератора, нет бойлера. Это совершенно другая конструкция, упрощенная, бытовая. Поэтому в бытовом, простом утюжке вы не получите такой мощности. Для чего нужна такая мощность? Сначала, когда у меня только появился этот парогенератор, я была на самом деле просто впечатлена этой мощностью, этим паровым ударом, потому что мой бытовой утюг такого не выдавал. И я даже, если честно, в первый день немножко испугалась, потому что я не привыкла к такой мощности. Но сейчас я уже не могу представить утюжку с давлением пара меньше, чем у этого утюга. Кстати, в видеообзоре я показывала эту струю пара, которая выходит из утюга. Там наглядно можно увидеть струю пара. Это не фотошоп, это реальное видео. На этом светлом фоне вы не сможете так хорошо увидеть пар, потому что он светлый. Но на сегодняшний день ничего в качестве подачи пара и вообще в целом у утюга ничего не изменилось. Он действительно прямо как новенький. Все, кто приобретал этот парогенератор по моим рекомендациям, я вас благодарю за доверие. Я надеюсь, вы также счастливы обладать им. И надеюсь, вы также, как и я, получаете ежедневное удовольствие от пользования этим утюгом. Если вы задумались о покупке этой модели, то, к сожалению, я вас вынуждена разочаровать. Сейчас на сайте Мия эта модель не продается, но есть практически точно такая же по характеристикам и почти такая же по внешнему виду модель, которая называется Мия Брависсима. Очень красивый, жизнерадостный, сочно-апельсиновый цвет утюга с парогенератором. Те же самые характеристики, ничем не хуже этого утюга. Точно такой же по весу легкий утюг, точно такой же большой резервуар для воды, на самом деле даже немножко больше, с такой же возможностью до залива воды в процессе работы. Бойлер, в котором нагревается вода. Кстати, в модели Мия Брависсима вода нагревается еще быстрее, чем у ассистента Диваппера. Здесь это 3 минуты, а у Брависсима 2 минуты. Это даже еще приятнее. По весу общей комплектации у Мия Брависсима, наверное, на полкилограмма меньше. Поэтому, если вам нужно перемещать утюг, переставлять с одного места на другое, то это тоже очень удобно. Насколько я помню, около 4 килограмм общей комплектации у Мия Брависсима. Чем они отличаются? Давление пара, мощность парового удара одинаковое. Единственное отличие, которое я вот сейчас припомню, это, во-первых, цена. Мия Брависсима намного дешевле модели Мия Ассистента Диваппера. Без скидки Мия Брависсима стоит около 10 тысяч. Для такого шикарного, супер мощного парогенератора, которому вы будете радоваться каждый день и от которого вы получаете удовольствие. Но это просто супер низкая цена. Плюс на сайте Мия бывают часто скидки, поэтому обязательно следите за их акциями в соцсетях. Еще компания Мия ведет YouTube канал. Там очень много полезной информации, различных роликов и, конечно, обзоров. Там есть обзор и на Мия Брависсима, можете посмотреть. Этой моделью пользуются не только в бытовых условиях для глажки белья, но и профессиональные портные, те, кто шьют на заказ. И это является их профессией и источником заработка. Кстати, вот вспомнила момент, чем отличается Ассистента Диваппера от апельсинового Мия Брависсима. У Брависсима нет регулятора мощности подачи пара. Вот здесь у моей модели есть несколько кнопок. Во-первых, кнопка включения и вторая активная кнопка – это как раз регулятор мощности подачи пара. У меня по умолчанию здесь всегда стоит самая большая мощность. И признаюсь, почти за два года я, можно сказать, не пользовалась этой опцией, потому что мне нравится получать мощный максимальный пар этого утюга. И меньшая мощность мне как-то не пригождалась. Я думаю, вы тоже не будете пользоваться этой опцией. Единственный раз был совсем недавно, когда я шила очень-очень тонкий, деликатный шелк. И вы знаете, что шелк нельзя утюжить с высокой температурой, а при низкой температуре большую мощность пара выставлять нельзя. Потому что утюг может начать брызгать водой. Это естественный процесс. То есть, чем выше температура нагрева утюга, тем выше должна стоять мощность пара. Соответственно, если вы понижаете температуру утюга, должны понизить и мощность пара. Но, повторюсь, этой опцией я не пользовалась. Я пускала температуру. Это вот он подкачивает воду из резервуара в бойлер. Такой звук. Он не громкий, вполне комфортный. Вроде рассказала все, что хотела. Поэтому, если вам понравился этот утюг, то можете приобретать МИИ Брависима. Там те же самые показатели, та же мощность. Он просто немного компактнее и для кого-то это даже удобнее. Подойдет ли этот утюг для профессиональных портних? Эти модели утюгов с парогенератором подходят и для профессиональных портных, для работы и для обычной ежедневной глажки. Глажка начнет вам действительно приносить удовольствие. Вы сразу же увидите разницу. Обычным бытовым утюгом без парогенератора. Белье разглаживается просто моментально, на глазах, намного быстрее, качественнее. И вообще процесс глажки занимает в разы меньше времени. Ну плюс еще, если у вас есть, например, пуховики, пальто, шубы, какие-то платья с большими, объемными, сложными декоративными элементами, которые, например, рюшами, которые не отгладишь, не отутюжишь на горизонтальной доске, то вы тоже оцените этот утюг за его возможность вертикального отпаривания. Кстати, вот он нагрелся. Давайте я покажу вам его пар, если будет видно. Как видите, работает идеально. Кстати, еще один момент, о котором вспомнила. Вот здесь, сверху утюга, есть кнопка постоянной подачи пара. На самом деле, эта кнопка просто блокирует нижнюю. И, например, когда вы утюжите подолгу горизонтально, не нужно зажимать подолгу эту кнопку и держать ее, вы можете просто расслабленно водить утюгом, зафиксировав вот эту кнопку. То есть вам нужно ее просто переключить. Видите, я совсем не трогала нижнюю кнопку, не нажимала на нее, потому что включила функцию постоянной подачи пара. И моя рука была расслаблена, и я просто держала, как мне удобно, не зажимая при этом кнопку. Это тоже классная опция. А вообще расположение кнопки вот здесь, снизу, это анатомически очень удобно, потому что ваша рука и так держит утюг в таком положении. А тут еще и кнопка под пальцем. Если вы помните, у обычных утюгов бытовых кнопка, как правило, располагается вот здесь, где-то посередине, и приходится немножко подворачивать палец, чтобы дотянуться до нее. А когда вы проходите какие-то сложные участки, в которых нужно уделить особое внимание, быть аккуратным, то вот этот поиск большим пальцем кнопки подачи пара не всегда удобен. Здесь все предусмотрено, все по UX. Кстати, в комплекте еще шел резиновый коврик термостойкий. Вы можете располагать утюг поверх парогенератора, либо на этот коврик, но я им особо не пользовалась, располагала утюг на доске. А еще очень-очень классная опция, чуть не забыла. Это функция автоматического отключения утюга. Это просто супер классная штука, которая перешла от бытовых утюгов, но в профессиональных парогенераторах этой функции нет. То есть, если вы оставите утюг в горизонтальном положении, например, на доске, и уж тем более на одежде, то утюг выключится, насколько я помню, через 15 секунд. То же самое, если вы оставите утюг в вертикальном положении. Кстати, да, он стоит в вертикальном положении, и это тоже очень-очень удобно. В профессиональных парогенераторах утюг вы не сможете установить вертикально, потому что вот здесь есть шланги, и они как бы не предусмотрены для этого. А вот у этого парогенератора еще один момент, который остался от бытовых утюгов, это возможность установить вертикально. Я этой возможностью пользуюсь постоянно, это очень удобно. И поэтому, кстати, я не пользовалась термостойким ковриком, потому что я не оставляла утюг вот так горизонтально, я всегда его располагала вертикальным образом. И если вы оставите утюг в таком состоянии, то есть вертикально, он тоже через некоторое время отключится. Там чуть больше времени, может быть, 30 секунд или 1 минута. Не помню, как по характеристикам, но это тоже очень удобно, потому что часто бывает такое, мы поутюжили, погладили, вышли из дома и не помним, выключили утюг или нет. Здесь можно не переживать, не возвращаться обратно домой, потому что утюг перейдет в режим сна, он отключится и погаснет вот это табло. Останется только мигать. Центральная кнопка, которая будет говорить о том, что утюг находится в спящем режиме. У меня, к сожалению, нет промо-кода на скидку, потому что видео — это исключительно моя инициатива, мое желание рассказать вам о таком замечательном утюге с парогенератором. Я очень сильно им восхищаюсь, люблю и по сей день. Поэтому, если вы в поисках утюга с парогенератором, то обратите внимание обязательно на бренд Мия. У них очень качественное гладильное оборудование на любой вкус, на любую потребность и на любой бюджет. У них есть и бытовые утюги с парогенератором, вот Мия Брависим, который я рекомендую вместо этого. Есть полупрофессиональные, профессиональные парогенераторы, гладильные системы, гладильные прессы, вертикальные отпариватели, ручные отпариватели. В общем, огромный ассортимент на любой вкус и на любые задачи. В самом начале видео я обещала рассказать о минусах этого парогенератора. Вот, минусов за это время я не обнаружила и не думаю, что обнаружу, потому что я его уже использовала со всех сторон, использовала все опции, использовала на разных тканях, в разных условиях, и вертикально, и горизонтально, и для дублирования, и для пошива, и для постельного белья. Кстати, насчет постельного белья, я не очень люблю его утюжить, потому что мне кажется, это такой большой тратой времени на огромные полотна, поэтому я складываю сразу постельное белье аккуратненько, и затем просто сверху обильно прохожусь вот этим утюжком на максимальной мощности пара. И, представляете, отглаживаются все слои, то есть вот, например, пододеяльник сложенный в такую толщину, я не знаю, сколько там слоев, но может быть 20, они все отглаживаются идеально. Ну, плюс еще к этому дезинфицируются, потому что под такой температурой, под таким паром убиваются микробы, если для вас это тоже важно. На этом все, надеюсь, видео было полезным для вас, вы сделали определенные выводы. В описании к видео я оставлю ссылку на интернет-магазин и также прикреплю ссылку на их YouTube-канал, где вы сможете посмотреть обзоры другой техники. Желаю всем хорошего, успешного, вдохновленного, классного дня. Увидимся в следующем выпуске совсем скоро.